здравствуйте друзья среда утро я еду на работу у меня группа сегодня новая начинается я веду первый урок поэтому немножко пораньше поэтому больше трафика на дороге значит выборы выборы я вчера три часа с перерывом правда значит вот я три часа был в прямой трансляции ну как бы довел наш репортаж на нашем канале от о ходе выборов и вторая часть этой трансляции которая шла два часа эта часть вот там уже 11000 просмотров я думаю нифига себе то есть вот чтобы так вот таких тем не припомню но не суть так вот вы все уже знаете результаты выборов я надеюсь победил трамп неожиданно для всех практически некоторые там говорят но я же говорил но я хочу сказать верующие не не требует доказательств существования бога пойти верующему не нужно доказать что вера она есть вера я говорю о том что была какая-то аналитика и вот ее много было этой аналитики и справа и слева не практически вся она сходилась примерно на одном и том же в частности вот за день до выборов был опрос опубликован fox news где клинтон должна была на национальном уровне с их точки зрения там четыре процента лидировать и многие сходились вот к этому три четыре процента на этом уровне и она таки победила на общем голосовании да то есть если мы не выборщиков будем считать а общие голоса подданные за того или другого кандидата то она не безумно много там 1180 190 вот на этом уровне набрала больше чем там трамп там на 0,2 процента процента не бог видит что мы говорили когда то что даже вот там пол процента разницы это уже существенная разница процент разницы на выборщиках сказывается очень сильно и вот сейчас тоже получилась очень интересная ситуация когда победа в ключевых штатах где она произошла а существ произошла просто большинством в один голос значит вот сегодня уже с утра не голосе здесь один процент голосов сегодня с утра мы смотрим на статистику более-менее уже подведенную и мы видим во флориде перевес в один процент в пенсильвании перевес в один процент в мишигане там еще не досчитали но идет пока что идет один процент там еще где-то то есть есть штаты где и по 3 по 4 по 5 там и и по 25 есть но просто мы говорим ключевые вот там вот эти там три-четыре штата которые все и решили да вот там перевес всего один процент поэтому сейчас очень многие задаются вопросом как же так получается что вот люди которые опросы проводили значит как же они их так проводили я вот вчера буквально говорил что миллионы миллиарды долларов тратятся на эти опросы это отработанная система и как же так вот значит сейчас пытаются объяснить как и я на я думаю что задним числом они как-то там все это найдут и определят сегодня на блумберге интересная статья чьими голосами там допустим побил трамп клинтон и так далее так далее и возникает очень много вопросов я когда в трансляции там вот вчера был половина вопросов которые там были половина от количества заданных вопросов это было три-четыре вопроса вот как это повлияет на грин-карт лотерею как это повлияет на рабочие визы как это повлияет на политическое убежище и как это повлияет на отношения там с российской федерации и вот 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 на это вот ушли практически все вопросы и мы не знаем значит такое такие такие вот такой брэкзит у англии у великобритании нет монополии на брэкзиты понимаете у нас вот свой тайтра трамп зит как его назвать то не знаю короче вот такая вот интересная штука произошла неожиданно но вы видите как вот тоненько-тоненько все это там проценте куда проценте сюда но существенным данном случае является то что клинтон которая еще вчера с утречка ожидалось что она выиграет как бы сказать очень очень с большим перевесом по выборщикам во всяком случае да вот она оказывается не добрала тут не добрала там что-то такое не получилось и предстоит анализировать уже сегодня с утра там все все кому по работе положено говорить что-то они они что-то говорят но если так с моей колокольник посмотреть вот есть некое шоковое состояние сейчас шоковая в чем шоковость но вот что-то неожиданно встряска бух-бух и люди потеряли ориентацию в пространстве вот тут там здесь они они не знают вот и и вот они они замерли никто не знает что будет дальше никто не знает например останутся ли позади трампа вот эти его выходки которые абсолютно неприемлемы на уровне президента например не только выходки но сейчас сам сам по себе подход на то чтобы разделять людей на то чтобы там их классифицировать как там такого сорта или сякого сорта и так далее и останется все это в прошлом или потащится все это в будущем и и мы этого не знаем то есть мы надеемся что не потащится потому что сейчас он перестает быть как бы хозяином собственного бизнеса да он становится президентом страны в которой есть очень много балансирующих там элементов поэтому посмотрим и будем надеяться на лучшее но во всяком случае что интересно писалось и ожидалось что в первый день если такая неожиданная победа произойдет трампа что рынок обвалится ценных бумаг там стак маркет обвалится но я не помню 10 процентов там он немножко набрать пошел потом обратно вернулся и так вроде нет шока никакого goldman sachs сегодня он пишет что на s&p 500 она никак не отразится практически кто там чего то есть это это очень хороший признак то есть как бы ведущие предприятия страны да на их деятельности это не скажется то есть они так считают посмотрим но я думаю что вот все то что в этом шоковом таком состоянии говорится проектируется и так далее нельзя воспринимать вот в лоб нужно какое-то время чтобы улеглось чтобы как сказать что мозги переключились с риторического на практическое прикладное и у трампа и республиканцев в частности задача на самом деле безумно сложная так она была бы у клинтон а так вот теперь у них но у них она даже сложнее чем у клинтон потому что клинтон не обещала ничего кардинально изменить а этим предстоит что-то кардинально изменить им предстоит кардинально изменить систему здравоохранения и опять вот от риторики в практике риторически мы все знаем что обама кир страшная проблема чудовищная проблема надо от нее избавляться как как можно скорее и что но вопрос а что дальше будет что на что меня ответа нету понимаете поэтому совершенно чудовищные вещи происходит со стоимостью страховок медицинских вот буквально там за за эти годы собственно они они раньше росли я ничего не хочу сказать это не обама придумал но но раз растут цены просто чудовищно и смогут смогут ли республиканцы что-то предложить вот пока не было такого то есть я могу сказать в чем философия республиканской партии отличается от демократической в плане здравоохранения если демократы считают вот обама в частности считают что здравоохранение страховой полис должен быть таким всеобъемлющим таким компрехенсив да то республиканцы говорят что может быть страховка которая там частично что-то покрывает что-то не покрывает там я не знаю ну так вот и тогда дешевле стоит вот может быть как берет страховку там на случай ну какой-то там и мердженс там не дай бог что-то случилось так она стоит недорого вероятность этой мердженси особенно для молодого парня и там девочки не небольшая и так далее вот как-то будет дешевенький такой иншурс но что вам сказать стоимость медицинского страхования растет астрономически уже достаточно долго достаточно давно это происходит вот со времен когда клинтон избрался девяносто третьем году он заступил на должность вот сколько прошло двадцать четыре года будет и вот за эти 24 года каждые там шесть-семь лет стоимость удваивалась клинтон был потом буш был хоть потом обама был она росло и росло и росло и росло то есть при буши например она она не то чтобы перестала расти от того что на республиканец и это еще было до обама кирпи поэтому колоссальная проблема которая сейчас стоит вот перед новой властью это здравоохранение мало того у них теперь ответственность кардинально вырастает потому что у них теперь не только президент у них теперь и палата представителей и в сенате большинство ну там какое большинство мы посмотрим значит но но тем не менее ну вот давай у тебя уже все карты на руках уже не на какой карты тебе не хватает ну давай понимаете и вы можете сказать и я там первым делом отменю обама кирп отмени отменить обама кирп это вот проголосовать один раз и он отменится но что будет на месте обама кирп это вообще-то непонятно ну ну а как будет вот хорошо сейчас обама кирп мы понимаем мы ему не любим этого но мы понимаем а что будет если его отменить мы не понимаем я вот теперь не знаю чтобы с моей страховкой кто будет определять цену условия какие будут правила игры там и так далее мы не знаем ничего это обама кир не отмена обама кира не вернет нас на там 8 лет назад в медицинском страховании к сожалению так как как было бы здорово если можно было так раз и вернуться на 8 лет назад господи ночью короче у них много проблем которые надо решить значит первое это здравоохранение и 2 это очень серьезная проблема я не я не стану их так упорядочивать по важности они они все как бы в одной линеечке стоят приоритетности но все-таки есть эта проблема нелегальной иммиграции которая опять это не то чтобы проблема которую республиканцы например там пытаются решить и демократы им мешают нет не не то чтобы они все так сделали все чтобы нелегальная иммиграция была и расцветала и процветала и это партия и это то есть покричать можно но так чтобы что-то сделать не было такого поэтому значит было обещано там программа была на 100 дней но опять это предвыборная кампания это риторика что вот он 2 миллиона человек депортирует за первые сто дней своего пребывания на посту ну ну давай ну опять но теперь надо практически а практически это стоит очень много денег законодательная основа есть то есть все законы которые против нелегальной иммиграции они все давно приняты их просто никто не выполняет поэтому ну ну выполни закон ну что кто кто против то давай стену давай построить поэтому значит вот и вопросы иммиграционные и вопросы экономические страна 20 лет никуда не движется по большому счету никуда не движется то есть как бы сказать вот мы замерли вот на этом уровне примерно я не хочу сказать это же самое про кремниевую долину кремниевая долина слава богу за вот эти там 20 лет очень нормально себя чувствует между прочим но но в целом страна и вот он говорит значит мы должны там пересмотреть наши договора с китаем наши договора с мексикой наши договора там есть с кем у него там еще отношения сложные вот и значит там до европа тоже пусть платит там за оборону свою чем мы на них тратимся значит там и ты пошло и поехало и концепция вот это вот из изоляционизма установление там барьеров таможенных там и так далее вот последние 70 лет мир идет развивается в другом направлении поэтому вот эта глобализация многих достало это это сто процентов и и в европе и в америке тут очень много людей которые против глобализации но вопрос в том что если мы начнем пошлины ставить скажем для китайского товара то мы получим в ответ пошлины даем для американского торговый оборот с мексикой не оборот я неправильно закупки мексикой из соединенных штатов в три раза увеличились в объемах с 94 года когда приняли вот это вот на авто соглашение которое хочет но если не отменить то пересмотреть типа она вот более выгодное там бы менее выгодное тут ну давай но они они у нас очень много покупают мексикой очень и очень как бы большой серьезный торговый партнер соединенных штатов поэтому ну ну еще раз мы от риторики теперь должны перейти к действию в общем ждем и я на самом деле лично вот как бы но поскольку мне есть что терять сами понимать вот я боялся каких-то потрясений и пока что я их не вижу и меня это очень радует потому что вот не хочется потрясений но вот мы смотрим так вроде рынке стабильно не знаю может быть может быть через неделю может быть через две может быть через три месяца что-то мы такое увидим более понятное и и вся эта понятность она пересчитается в цену акции она пересчитается в прогнозы на спрос на нефть там я не знаю на другие ресурсы соответственно рыночные цены там а золотишко пока растет но она не так растет чтобы знаете космически растет так растет конечно родного не удвоилась быть и даже на на 30 процентов или даже на 10 не выросла так немножко выросла вот поэтому ничего такого резкого не происходит в этом по сравнению скажем с брэкзитом да вот английским там за два дня у них фонд стерлингов там чуть ли не на 10 процентов упал нет у нас такого нет и это на самом деле очень радует теперь что касается самих выборов еще будет много аналитики знаете как много народу будут высказываться это как бы так должно быть обычно сначала что-то происходит а потом задним числом объясняют как такое могло произойти я думаю что здесь очень существенно различать скажем чью-то победу или и отличать от от чего-то поражение потому что нельзя сказать что трамп там кого-то сильно победил то есть он безусловно стал президентом вопросов нет мы эту часть мы не трогаем ну конечно ну конечно мы понимаем дай бог ему здоровья пусть работает на благо страны там вопросов нет но вопрос в том что люди проголосовали не за трампа лично как вот человека которым они доверяют то есть степень антипатии к трампу такая же высокая как и клинтон но вот из двух людей которые не симпатичны оба оба не симпатичны выбрали вот этого они того и фактически голосование происходило по принципу принадлежности или непринадлежности к группе которая потеряла полностью всякое доверие и эта группа это партийный истеблишмент как демократический так и республиканский значит недоверие к республиканскому истеблишменту выразилось то что победил трамп у республиканцев недоверие к демократическому истеблишменту выразилась во первых в невероятной сказочной поддержки которые получил человек вообще сулит ну не сможет ну не демократ как бы так приблудившийся сандерс и дальше неприятие демократического истеблишмента клинтон безусловно принадлежит к истеблишмента на 30 лет часть этого истеблишмента и вот в лице клинтон то есть фактически голосовали против истеблишмент не голосовали за клинтон или там за трампа это это уже было на 10 на 10 месте но вопрос в том что вот ты от и ты из этих или ты не из этих а из каких ты и и фактически мы имели два страха перед перед выбором да люди были перед выбором между двумя страхами один страх что ничего не изменится вот статус-кво да и я кстати за я был за статус-кво перед чем-то совсем неожиданным потому что альтернативой статусу-кво было непонятно что и непонятно что с одной стороны имеет потенциал роста так сказать а может быть будет лучше но мы знаем много случаев когда люди так рассуждали а стало намного хуже катастрофически хуже вот так было с шахом например этим иранским когда его значит свергли и пришел хамини никто не знал что такое хамини я с иранцами беседовал на этом они но все говорили как какая разница кто он там но диссидент какой-то но хуже шахта не будет понимаете поэтому я я таких слов боюсь я я вижу примеры когда это не работало поэтому с моей точки зрения был маленький риск маленький понятный риск пусть не маленький но понятный риск продолжение как бы демократической этой линии establishment линии и очень трудно от оцениваемый риск сдвига куда-то вот туда знаете и опять если бы это был какой-то человек но вот допустим личность да но вот не трамп который там скандальный такой а был бы какой-то ну ну другой я не знаю вот тот же пенс который у него там без президент совершенно нормальный мужик тот же я не знаю кейсик который губернатор там агайо нормальный мужик то есть речь шла о том чтобы просто был какой-то нормальный человек но не было нормального ни с той стороны не с этой поэтому если кто-то пытается ну может быть ему хочется так увидеть что вот трамп кого-то победил потому что он именно трамп то я хочу его может быть немножко так огорчить потому что это это не совсем так но безусловно трамп это трамп то есть понятно а клинтон это клинтон но люди не голосовали вот за него у него не очень низкий уровень популярности вот такой же низкий как у клинтон но из двух зол значит большинство приняло сторону вот такую что вот это зло как бы меньше чем продолжение того что было ну дай бог то есть я могу сказать что я то гораздо больше чем любой человек который нас сегодня слушает заинтересован в том чтобы все было хорошо вот 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 уж поверьте мне значит но обратите внимание все таки как карта легла если вы посмотрите на демографию выборов исторически конечно большие города там мегаполисы они исторически голосуют за демократов они за республиканцев то есть можно сказать вот некоторыми там комментариях пишут что вот село победила это не село конечно маленькие городки это не не села то есть село это этом ходора там все это это мелочь там людей практически нет но действительно победили люди которые живут не в мегаполисах и не в таких вот индустриальных там интеллектуальных наук наукоемких штатах если мы посмотрим на калифорнию то здесь 61 процент 61 процент голосовал за клинтон то есть на самом деле против трампа фактически да то есть мы мы понимаем хотя хотя много людей которые которым нравится клинтон они тоже есть такие есть люди которым нравится трамп там вопросов нет но я просто говорю что вот мы живем в таком месте которое очень интернационально очень интернационально вот когда у тебя там допустим я не знаю все вокруг белые и они ходят вот в эту церковь или там три-четыре там вот эти церкви эти это одна история когда ты про мексиканцев говоришь там про мусульман там про китай и так далее но когда вот тут вот замешано вот мы едем а тут люди отовсюду и вот белый американец здесь даже не знаю я не знаю демографии можно пойти посмотреть ну может быть их больше чем да чем остальных безусловно но но как быть и для нас вопросы миграции миграции вот торговых барьеров они очень важны потому что силиконовая долина это там надо меняется фильм показатели там 5 6 экономика не долины калифорния 5 6 экономика мира сравнимая с экономиками там англии франции германии понимаете какого уровня экономика вот штат калифорния и вот эта калифорния голосует 61 процент вот за завод клинтон потому что она погибнет если начнутся торговые барьеры как как продать то но как значит мы пошлины ставим нам нам пошлины ставят как продавать технологии как продавать сельхозпродукцию мы же производим невероятное количество сельхозяйственной продукции здесь с этим как бы поэтому пойди знай но во всяком случае то есть человек не становится лучше или хуже или там менее ценное его мнение или более ценное его мнение от того что он живет там я не знаю в гетто или он живет на ферме это разницы нет это все люди это все граждане и и интерес каждого из них очень важен в равной степени важен но сложно вернуться обратно куда-то понимаете поэтому если кто-то думает что сейчас вот что такое произойдет кардинально ну я их я буду только рад если что-то хорошее случится рамки слишком узкие у президента и даже вот поддержка в собственной партии она ему не гарантирована по принципу что хочу то и делаю то есть там есть еще много людей других с которыми надо считаться поэтому он может как бы на уровне таком идейном как бы вдохновительным таком уровне вдохновляющим что-то изменить но не на уровне там принятие законов там или чего-то но кроме того что уже наболело и как бы все признают а если ты хочешь там что-то почудить то почудить будет очень сложно даже если желание будет хотя может его и не будет опять мы ушли из мира риторики предвыборной мы ушли в мир практических решений и он все-таки не президент вот этой группы людей которые там белые необразованные и там в церкви входит он президент всей страны и силиконовой долины тоже понимаете и там и боинга который в штате там вашингтон и и нью-йорка который голоса голосует за демократов так далее то есть вот вот понимаете как то есть ему теперь предстоит подняться вот на на уровень тех задач которые стоят или сможет или не сможет вот дискуссия идет одни как от себя не уйдешь другие говорят но вот я в частности говорю что все-таки задачи которые мы решаем меняют нас то есть меняется образ мысли ты начинаешь понимать такую более крупную картинку да ты так сначала на маленькой было теперь как-то выходишь на уровень и я хочу сказать обама когда стал президентом я думаю гораздо меньшей степени соответствовал в должности президента с точки зрения способности руководить страной он конечно не не допускал вот таких высказываний он не хамил никого не оскорблял и так далее он в этом плане очень приличный дядька но с точки зрения компетентности он был уж 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 никак не не более компетентен чем обама чем трамп поэтому вот сейчас такой период когда нужно дать устаканиться потому что происходит и я очень надеюсь что трампа удастся сделать какие-то вещи которые я например поддерживаю в том смысле в каком я тоже в чем-то консервативный человек то то есть я в чем-то я либеральный в чем-то я консервативный как все мы как любой из нас вот и в частности вот с вопросами там границы и так далее я я считаю что безобразие дико и с вопросами здравоохранения тоже с экономикой я не уверен что его программа улучшит экономику я боюсь как бы хуже не стало но во всяком случае есть есть вещи где я бы с удовольствием поддержал какие-то практические шаги еще я хочу сказать что я думаю что абсолютно зазря ликуют те они ликуют невероятно которые думают что трамп сродни или чем-то близок вот настоящим этим фашистам или крайне правым партиям он может быть по риторике выборной чем-то напоминал но они зря рассчитывают или там диктаторы тоталитарные всякие такие там бандюганы которые думают что им сейчас там что-то такое спишет под сурдинку и так далее этого не будет то есть даже даже если он себе позволял такую риторику он далек от этого поэтому то есть как сказать вот есть такая линия год вот теперь там фашизм пришел таком широком смысле и я хочу сказать что да есть основания так говорить потому что из того что он говорил многое это то что говорят именно фашисты такие настоящие серьезные такие фашисты вот и вот ликование там его приход вызвал у таких вот там липен там и во франции там и так далее но они не фашисты такие уж прям фашисты но в ту сторону очень сильно сдвинуты и там самые и великобритании этот вот independence party значит такой экстрим вот я думаю что они зря радуются это абсолютно не их человек это это то есть он сказать что-нибудь может он так наверное но мог мог сможет ли он дальше сказать я надеюсь что сможет себя контролировать потому что последние две недели в предвыборной кампании надо сказать что это был в общем то совершенно другой человек не тот которого мы видели предшествующее время когда он ну просто безобразничал и свинячил по страшному он перестал это делать он собрался он был вот есть такое слово президентшил ну то есть он вел себя как президент да вот он был президентшил вот эти последние две недели он был очень президентшил ну или скажем так гораздо больше президентшил чем было до того вот это его речь выборная когда он призвал к единству когда он тепло отозвался о клинтон они же десятки лет знакомы на самом деле с клинтон очень близко знакомы хорошо вот и так далее поэтому дай бог дай бог то я буду первый кто скажет что я рад что ошибся вот в своем так сказать своих там предпочтениях там предвыборных ну в общем вышло вот так поэтому принимаем факт как есть и надеемся на лучшее и не только надеемся но это что от нас как бы зависит тоже будем делать и я думаю что нам теперь такое количество тем будет предлагать развитие вот событий которые получат ближайшие несколько месяцев как минимум а может быть так и на полгодика посмотрим у нас каждый день почти будет о чем поговорить на на вот эти вот темы и по мере того как будет что-то проясняться выкристаллизовываться я и сам тоже и даже без того чтобы кто-то спросил но если спросит тоже замечательно вот я тоже буду посмотреть какая проекция из этого идет на тематику нашего канала там визы иммиграция политическое убежище green card лотерея и значит про green card лотерея я хочу сказать там это очень серьезный вопрос у нас на канале много народу которые с лотереей заинтересованы плюс форум говорим про вес как бы наш таскать братский посвящен исключительно вопросом лотереи почти исключительно значит судя потому что происходило раньше лотерею должны отменить то есть она как бы противоречит представлениям республиканцев о том как на как должно быть и палата представителей пять раз в течение там пяти лет пять раз голосовала за отмену лотерея green card а сенат не бы не пропускал вот это это пять раз происходило относительно недавно поэтому да и демократы согласны были отдать лотерею green card в обмен там на что-то то есть когда они три года назад вот это все там переторговали договорились договорились тут забор там лотерея там еще все все было договорено поэтому линия так сказать политическая линия партии не не конкретно может быть трампа но ему объяснят я надеюсь партийная линия состоит в том чтобы первое вот лотереи не было вот этого ничего не было второе чтобы сдвинуть фокус и миграции легальной миграции с семейной сбалансировать ее профессиональной то есть политика республиканцев вот три года назад и и демократы не возражали в общем они тоже это поддерживали политика была в том чтобы резко увеличить количество рабочих виз вот это тогда было но сейчас к этому добавился трамп и может быть его видение и миграции и и профессиональные в частности может может отличаться от этого я не знаю хотя я не думаю что кто-то будет резко возражать против именно профессиональные миграции квалифицированных людей это очень сомнительно что это ослабляет экономику если этого не делать тогда придется другим странам бизнес отдавать поэтому я думаю что вот вот в этой части мы такой баланс вот видим то есть минус лотерея плюс больше рабочих виз но в общем но посмотрим то есть как бы спекуляции вот шоковое состояние пройдет начнет что-то выкристаллизовываться и вот так как то вот мы поглядим счастливы ребят а